ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ А кто? И почему это я, бедная? Я кулинарный джин, бедная моя госпожа. Навеки останется для тебя секретом вкус одного из самых знаменитых и вкусных блюд мира. Нет, так я не согласна. А, тогда вперед! Где мы? И что за старичок там сидит? Я перенес нас в Китай во времена династии Сунь. Идет начало 13 века. Этот почтенный старец – очень важная персона. Его зовут Хусы Хуэй. Он следит за тем, что ест император. Именно Хусы Хуэй посоветовал императору попробовать утку по-пекински. Правда, тогда утку запекали в глиняной корочке. Да и называлась она по-другому. Но давай посмотрим, как делает это блюдо в Пекине, столице Китая, сейчас. Мы на кухне одного из лучших ресторанов города. Видишь, утку по-пекински по-прежнему готовят в настоящей печи. Утиная тушка обмазана медом и специями. Дрова в печке должны быть особенные. Из персикового дерева, финикового, грушевого. И благодаря фруктовым дровам утка получит удивительный аромат. Смотри, повар уже открывает печку. Какая красивая утка получилась. Почти красная и корочка хрустящая. О, он все испортил. Режет ее. Что ты! Умение разделать утку по-пекински – это настоящее искусство. У хорошего повара получается до 120 тончайших кусочков. К утке подают соевый соус и белые рисовые блинчики. Вот они! Обмакни блинчик в соевый соус, положи внутрь пару кусочков утятины, пару стручков лука-порея, огурца и заверни все это в трубочку. Вкуснятина! Угощайся! Кушать подано!